сегодня у нас интересный жук знакомство с которым вам кажется необычным и обычным потому что он похож на колорадского жука на самом деле это конечно не колорадский жук потому что он совершенно другой расцветки вы замечаете что он такой же кругленький как бы горбатенький и действительно это листает только это совершенно другой листает не картофельный листает это асклепиевый листает интересное такое название потому что латинское его название и умольфус асклепидиадус асклепиадеус описано еще паласом в 1776 году и обитает он в различных пойменных местах биотопах например на таких растениях на двух как ваточник из рода асклепиас асклепидиация семейства и ластовень венцитоксикум на корнях его этих двух растений питаются личинки а вот на листиках питаются сами взрослые жуки поэтому таких красеней красунчиков блестящего синего цвета невозможно не заметить в племенных биотопах потому что они из синя черного такого фиолетового блестящего цвета и очень спокойно себя ведут не разбегаются потому что они обычно сидят на листиках ваточника или ластовня и питаются листиками и в случае опасности просто падают на почву на подстилку такая приспособительная особенность просто не улететь не убежать а спрятаться то же самое здесь у нас в в нашем садочке открытым правда некоторые сидят из по никуда не убегают потому что лучше тихонько приспособиться прикинуться погибшим и вдруг хищник пройдет мимо но некоторым все-таки оголодавшим можно заметить хватают и зелененькую травку подпитываются потому что это действительно ваточник принесенный из племенного биотопа при содержании листоедов всегда проблема всегда их надо накормить всегда их надо накормить потому что едят они нещадно то же самое как колорадские жуки все уже тут съели некоторые вот так вот сложили лапки то они не появлят они стойко притворяются что мы живы и что если нас выкинуть в сторону то мы тихонечко потом и убежим асклепиевый листа нет распространен очень широком по южной европе литве белоруссии украине кавказу казахстану по югу сибири вот такой интересный синий фиолетовый листает встречающийся на растениях ваточники и ластовни небольшом таком травянистом амина растения наверняка у него есть и личинка ед наверняка есть и яйцеед который тоже где-то прячется в этих биотопах мы пока что посмотрим за жуком как он себя ведет и как он себя реагирует на свет и питается ли он пытается ли он убежать некоторые все-таки очухались на весь свету потому что сидели в более закрытой коробочке свежий воздух их выманил подвигаться но мы после проведения эксперимента их выпустим естественно места обитания так что что не волноваться потому что вид включен даже в красную книгу белоруссии некоторых стран видите как редко стрикающий стрягчающийся локальный вид находящийся вблизи северной границы ареала и редко появляющийся он достаточно малочисленный единично встречающийся и популяции ластовни приваточника тоже не такие уже большие потому что многие фитофаги они встречаются есть растения значит есть насекомые которые на нем питаются нет растения то и вы не найдете никакого насекомого потому что очень узкая трофическая специализация на любых других растениях кроме вот ваточника и ластовни взрослые особи не будут питаться а личинки не будут развиваться поэтому у многих насекомых есть такая столько трофическая приуроченность и найти их можно только на их трофическом растении которым они подпитываются так что вот такой сегодня у нас в гостях интересный красивый жук надеюсь моего еще покажем потому что сейчас вечер показываю его при свете дополнительного освещения но постараюсь еще вам его показать при естественном освещении просто сейчас очень жарко и на ярком солнце делать видео не так то просто нужно постараемся вам его показать в лучах яркого солнца про что спасибо за внимание если вы видите такого жука не стоит его ловители пришлепывать пускай они бегут своей дорогой и ищут или притворяются вот так что они не живые ищут себе травку ищут себе ластовень и ваточник а вот некоторые виды ваточников те у нас интродуцированные не знаю будет ли он подпитываться на завезенном ваточнике нету здесь рядышком некоторые здесь собираются по парам поруются спариваются и у них здесь играют небольшие свадьбы так что жучки здесь всегда найдут себя пару и если есть растение то могут эти места для размножения отложить яйца на нижнюю сторону нижнюю часть растения и личинки заглубятся внутрь и будут питаться на корешках так что вот такой сегодня у нас интересный красивый жук отсклепиевый листоец спасибо за внимание подписывайся на канал ставь лайки и пиши комментарии продолжение следует покажем ее чужука в полной красе при ярком освещении до новых встреч на моем канале пока пока Игорь Негода всем привет дорогие друзья у вас есть вопросы про насекомых как от них избавиться они вас беспокоит они где-то завелись у вас на кухне в огороде на дачном участке то вы можете прислать мне ваш персональный вопрос на мой электронный адрес на мою электронную почту я могу попробовать дать вам ответ если вы мне пришлете фотографию может быть кусочек видео где будет видно вашего объекта насекомое который вас беспокоит где-то в домашних условиях или на вашей даче или огороде и посоветовать как от него избавиться а может быть она совершенно беспомощной и просто живет где-то рядышком и никакой вреда вам не приносит вы просто зря беспокоитесь но для этого спросите вопрос у эксперта которым являюсь я а если кроме того вы хотите подписаться на мой канал добро пожаловать нажимайте на кнопку подписаться нажимайте на колокольчик чтобы получать обновление и вы можете еще зайти вот на такую замечательную страничку называемый patreon чтобы стать спонсором канала это называется так стать патроном и вы можете со своей кредитной карточки послать пяток десяток например звонких американских долларов или евро на вот этот замечательный канал который переведет их потом мне в поддержку моих разъезда в поисках насекомых в поддержку совершенствование улучшения оборудования и монтирование видео а также поиск объектов которых о которых я рассказываю на своем канале в помощь образованию о науке энтомологии и природе не только о том как бороться с насекомыми а также как охранять как охранять природу как охранять насекомых которых многое на становится меньше и меньше а для этого есть для поддержки канала вот такая замечательная страница в патреоне заходить на патреон будешь спонсором и попадешь в субтитры в конце нам каждого видео будет указана ваша фамилия ваша фамилия как спонсора она страничке в патреоне написаны разнообразные проекты которые проводятся на поддержку так сказать пор взнос развития канала о энтомологии о пчеловодстве о образовании по биологии до новых встреч на моем канале пока пока привет вам из киева столицу украины до новых встреч на моем канале как подписчик а может быть как спонсор патрон до новых встреч пока пока украина Субтитры сделал DimaTorzok